Британская певица Адель после шестилетнего затишья выпустила песню «Easy on me». Клип на эту песню уже набрал больше 135 миллионов просмотров. Чем не повод поучиться у Адель английскому, а поможет нам в этом выпуск журнала Vogue с рубрикой «73 вопроса знаменитости». С вами голос Ингли Шоу, и мы начинаем. Что ж, я считаю, что сейчас идеальное время задать Адель 73 вопроса. Глагол reckon – синоним слов think или suppose. Его можно перевести как считать или полагать. Например, Как думаешь, что он имел в виду? Или Как думаешь, сколько их там? Есть ли что-то, что ты поняла за это время? Только то, что я домосед, и, возможно, никогда бы не выходила из дома, если бы не нужно было. Слово «homebody» переводится как «домосед». Например, можно сказать Думаю, он бы сказал, что в значительной степени «домосед». Кстати, это слово не единственное, которое можно образовать от слова «home». Знаете слова «homesick» и «homeless»? Напишите их перевод в комментариях под видео. Хорошо. Я думаю спросить тебя от детства. О, я только за. Фразовый глагол «dive into» может переводиться по-разному. Дословно «нырять», «погружаться». Ныряй в ванную. Еще нырять можно в детство, как в интервью с Адель. А еще в работу или объятия. Например. Погружайся в работу. Что делают американцы, а не так, как британцы? Вы имеете в виду функи язык. Вы имеете в виду функи язык. Вы имеете в виду функи язык. У вас свой модный язык для обозначения некоторых предметов. Например. Этот список бесконечен, правда. Слово «функи» может использоваться для описания стиля музыки, основанного на джазе. А еще словом «функи» можно обозначить плохо пахнущую или выглядящую еду. This food looks kind of funky. Это и да, выглядит стрёмно. This food looks kind of funky. Адель, скорее всего, использовала это слово в значении «броский» или «вызывающий». Например. Это просто твоя одежда, она вся какая-то вызывающая. Запись какой песни далась тебе сложнее всего. Тут Адель произносит интересную фразу. Что означает «я не сильна в этом». Чтобы сказать, что у вас что-то хорошо получается, можно сказать «I'm good at». И дальше то, в чем вы сильны. Например. Я действительно хорошо рационализирую. А вот про свои слабые стороны можно сказать «I'm bad at». Например. Я очень-очень плоха в расставаниях. Я не умею расставаться. И какой лучший совет дала тебе мама о воспитании детей? Расслабиться и перестать быть такой строгой к рутине. Прилагательным «regimented» можно описать человека, который чересчур организован и старается все контролировать. Например. Он строго следит за своим питанием. Я точно знаю, что он чувствует. Я знаю точно, как он чувствует. Кстати, если вы хотите быть более организованным в изучении английского, пройдите бесплатный пятидневный марафон от English Show. За пять дней вы не только настроитесь на регулярные занятия, но и улучшите понимание английского на слух. Получите много полезных подарков и подготовите хорошую базу для общения. Ссылка на марафон в описании видео. Это я люблю. Мне это подходит. To be up for можно перевести по-разному, в зависимости от контекста. Фраза может означать «мне нравится», «я обеими руками за», «это по мне» или даже «я готов к этому». Например, можно смело заявить. Я готова ко всему. Говоря о премии Грэмми, Адель рассказывает интересную деталь. На самом деле это было действительно просто. Просто мне было некомфортно. Я нервничала, стоя на сцене, пытаясь выступить с речью прямо перед ней. Имеется в виду пластинкой Грэмми. Я что-то открутила, и она распалась. Это было похоже на судьбу. А с нами снова любимые фразовые глаголы. На этот раз это twist off. Отламывать, откручивать. Например, этот глагол можно встретить на бутылках воды или банках с откручивающимися крышками. It says twist off. Twist off, twist off. Тут говорится «открутите». Откручивайся, откручивайся. It says twist off, twist off. Twist off. Last question. Question number 73. What's the new album's name? Last question. Question number 73. What's the new album's name? Последний вопрос. Вопрос номер 73. Как называется новый альбом? Well, let's keep going and maybe we'll find out. Well, let's keep going and maybe we'll find out. Так, ну, давай продолжим, и, может быть, мы это выясним. That's unconventional. That's unconventional. Это необычно. Это интервью отличный повод заменить банальное unusual на что-то пооригинальнее. Например, на слово unconventional, что означает необычно, оригинально. I know it's unconventional, окей? Я знаю, что это необычно, ладно? I know it's unconventional. И хотя в рамках интервью должно было быть 73 вопроса, но по факту их было гораздо больше. Целых 95. Так что в нем вас ждет в 1,3 раза больше полезного, чем обычно. Хотите продолжение этой рубрики? А может быть, вышли новые песни, которые стоит разобрать? Ждем ваши предложения в комментариях. А с вами был Голос Ингрейш Шоу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok